Как видите, это одновременно и просто, и непостижимо. Но если вы все-таки начинаете ясно осознавать реальное положение вещей, у вас есть шанс превратиться из приемника в транслятора. Для этого необходимо выработать у себя привычку. Вспомнить, проснуться, переместить точку внимания. Если вы научитесь управлять своим вниманием, фактически вы научитесь по-настоящему управлять своей реальностью. Точку внимания уводят как внешние события, так и внутренние переживания. Чаще всего провал в зеркало происходит в момент захвата внимания каким-либо внешним событием, как правило неприятным. Если событие приятное, нет надобности его отклонять. Пусть себе идет, пусть эта кинолента крутится. Но если оно неприятное, нельзя допускать, чтобы эта кинолента попала в ваш кинопроектор и начала там крутиться. Вот примерный список внешних событий, провоцирующих захват внимания. Что-то удивляет, настораживает, тревожит, раздражает, вызывает негодование, пугает, гнетет, повергает в уныние, не согласуется с ожиданиями. На внутреннем экране также может происходить что-то гнетущее. Терзают неприятные воспоминания, мрачные размышления, предчувствия. В момент захвата происходит провал во внешнее или внутреннее кино. Как в бессознательном сновидении, где человек забывает себя и начинает пассивно следовать сценарию, захватившей его картины. Смотреть своего рода сон, в котором он – подневольный, беспомощный персонаж. Например, вы не прошли собеседование. В вашу голову сразу же вставляется кинолента. Найти хорошую работу непросто. Как следствие, следующее собеседование проходит еще хуже. В голове уже начинает крутиться. Хорошую работу найти очень трудно. После третьей неудачной попытки, кино превращается в кошмар. Хорошую работу найти невозможно. Я никому не нужен. Так происходит провал во внешний сценарий. Что с этим поделать? Нужно развить у себя нетипичную реакцию. В момент захвата внимания не проваливаться в сон, а наоборот – просыпаться. Вам следует задаться целью – всегда помнить, что любое негативное событие является для вас сигналом. Как только произошло что-то такое, в голове загорается сигнальная лампочка. Стоп. Что нужно делать? В этот момент будет полезно произвести какое-нибудь пробуждающее действие, которое станет для вас психологическим триггером. Например, щелчок пальцами. Итак, произошло что-то неприятное – вы щелкнули пальцами, проснулись, что дальше? В один миг вы определяете, где находится ваша точка внимания, и возвращаете ее в центр самосознания. Вот я, а вот зеркало. Я вижу себя и вижу реальность. Можете прокрутить стабилизирующую мыслеформу. Я вменяем, я отдаю себе отчет. Я понимаю, что происходит и что я делаю. Это не мешает мне думать. Я в своих размышлениях, но я не поглощен ими. Я вижу себя. Тем более, это не мешает мне действовать. Я в реальности, но я не поглощен ею. Я вижу реальность. Я не втягиваюсь во внутренний или внешний экран. Не сливаюсь с ним. Я присутствую, но ощущаю свою отделенность. Впоследствии, все это должно по привычке сублимироваться в одну короткую вспышку осознания. Как только точка внимания вернулась на место, начинайте крутить свое кино. Это моя реальность? Нет, это не моя реальность. Моя реальность не такая. Моя реальность вот такая и такая. Вы наблюдаете за происходящим со стороны. И что бы ни происходило, упорно крутите свой слайд. Свою мыслеформу. Вы не контролируете сценарий. Это делать невозможно, да и не нужно. Вы показываете свое кино, невзирая на чужое внешнее. Вам не нужно беспокоиться, как будут складываться события. Ваше дело – транслировать желаемую картину. Конечный результат. Когда в голове крутится целевая кинолента, ход событий сам поворачивает туда, куда надо. Такая реакция совсем не характерна для большинства людей, не правда ли? Приемник, как правило, реагирует необдуманно. Что на экране, то и у него в голове. Он целиком погружает свое внимание во внешнее кино. Транслятор, напротив, не проваливается с головой во внешний экран, а включает режим отстраненного, осознанного наблюдателя и начинает крутить свои декларации, свое кино. Это и есть нетипичная реакция транслятора. Это и есть тот способ поведения и мышления, которому нужно себя приучить.